В юбилейный напрямую из Соколовой горы можно будет попасть уже осенью этого года. Об этом строители сегодня смело заявляют проверяющим, секретарю регионального отделения «Единой России» и главе города. Более того, эстакаду построят раньше срока. Но эстакаду саму мы отдадим намного раньше, чтобы дорожники могли положить асфальт, чтобы уже был проезд. Поэтому мы должны им где-то в июле месяце отдать эстакаду. Эстакаду через Алексеевский овраг – это долгострой. За нее взялись много лет назад, но только в начале прошлого года начали активно строить. Не было денег. Со средствами, как всегда, помог Вячеслав Володин. Ему удалось, как депутатам Государственной Думы, пробить все-таки и войти в программу города России, когда, вы знаете, выделяли, сначала был транш 500 тысяч, выделяли, это несколько, там, 2-3 года назад, а потом вот именно на этот транспортный узел, который так необходим городу Саратову сегодня. Это, конечно, партийный проект, потому центристы активно контролируют объект на всех стадиях строительства. Главное – качество, а не скорость взведения. И самое главное, что сегодня нет проблем у строителей, ни финансовых, никаких других, потому что и власть, и строители работают в коммуникациях, отсюда как в результат. Но основной упор все-таки мы делаем не на скорость ввода в эксплуатацию данного объекта, а на качество выполнения их работ. Это основное. Самое главное – качество, что нам не пришлось потом заново переделывать и опять искать деньги для того, чтобы что-то сделать то, что было сделано ранее неправильно. Эстакада через овраг плюс строительство подходов к ней и реконструкция ближайших дорог – это первая часть проекта. Вторая связана с расширением магистрали и развязок. На эти работы уйдет пять лет. Ну, я сам, конечно, живу здесь в Юбилейном. Приходилось очень часто в ней торчать в пробках. Но вот даже то, что уже там вот расширили дорогу в районе поста ГАИ, уже дает свои результаты. Когда введут вот эту развязку полностью, то я думаю, что просто мы уберем этот поток машин. Но уже эстакада через Олисейский овраг существенно разгрузит поселок. Дорога в три полосы, правда, движение по ней будет односторонним – из Волжского района в Юбилейный. Обратно – по привычному маршруту.